Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Родион Золотарев. У нас в студии избранный депутат Рижской Думы, кандидат в мэры. Ну и на самом деле без пяти минут уже можно сказать мэр Риги Мартин Чстакис. Здравствуйте. Добрый день. Можно вас так назвать, без пяти минут мэр, как вам кажется? Или вы суеверный и предпочитаете пока не торопиться? Ну, я думаю, что сюрпризов не должно быть. Я просто, в принципе, хотел начать с такой более, может быть, человеческой части, потому что наверняка тема политического деления и всего прочего, она у вас и так забита 24 на 7. Мы, безусловно, об этом поговорим, но в целом вот все эти дни, вот недели, или две недели, точнее, прошло с выборов, ваша персона, она оказалась в фокусе, во внимании, вы каждый день занимаетесь переговорами, мы видим, что они непростые, уже по некоторым результатам. Не успели еще пожалеть вдруг, что втянулись в это дело? Нет, нет, даже не совсем. Это очень интересно, я бы сказал, что переговоры были довольно быстрыми, все-таки, если мы понимаем, что государство делало свои переговоры, по-моему, 4 месяца, то мы это сделали за 2 недели, за 4-5 встреч. Так что мы очень много перед этим готовились, уже почти все бумаги были приготовлены, чтобы все двигалось быстренько вперед. Ну, то есть никаких сюрпризов, в принципе, пока за эти 2 недели вы не встретили, скажем так, в этой работе? Ну, только такие маленькие сюрпризы, но это, я думаю, нормальный процесс политики. Ну да, но вот если говорить и о скорости, и о том, вот как это все, какие препятствия были, то последние, в принципе, новости, вот сейчас, кстати, в эти часы появляются из суда новости. Вчера мы уже эту новость тоже получили о том, что суд удовлетворил, мы знаем, что иски были поданы, да, по поводу вот этих вот участков, где были эти непроштампованные бюллетени, и, в принципе, суд предписал пересчитать бюллетени, но не проводить заново выборы на этих участках. Я знаю, что вы уже комментировали эту ситуацию, сказали, что на работу коалиции это не повлияет, но, в принципе, омрачило каким-то образом вот ваше избрание, скажем так, потому что небольшой микро, но скандал все-таки произошел. Ну, на нас это никак не повлияло, и коалиция перемен работала, как будто на бамбу надо работать в этой уже неделе. Это все договорились, скажем, уже открыли, никто не очень верил, что надо будет сделать выбор заново, то есть ждать эти 2-3 месяца. Я думаю, для Рижана это самый лучший вариант, что ни один голос не пропадет, я думаю, что особенно результатов это не поменяет, может быть, какие-то небольшие сюрпризы. Может быть, нам, например, тоже с 18 до 19 места у кандидатов есть разница в 8 голосов, так что еще какие-то сюрпризы, может быть, но в целом результат это, я думаю, не сильно поменяет. Ну, вот если говорить о, в принципе, создании коалиции, когда мы узнали вот на следующий день после выборов расстановку, уже, в принципе, там люди, которые более-менее понимают, они понимали, какой может быть коалиция. Но как это было и при выборах в Сейме, так и сейчас для многих становится вопрос, каким образом партия для развития АЗА, ваш список совместно с прогрессивными, например, строит и будет строить совместную работу с совершенно противоположным флангом, с национальным объединением, по которому у вас там, казалось бы, идеологически расходятся очень сильно ваши взгляды. И, кроме того, если в Сейме речь идет о для развития АЗА, то здесь вы с прогрессивными, которые еще более либеральны, они еще более в эту сторону, и есть совершенно вот, как бы, разрозненность некоторая. Как вам кажется, как вы это видите? Ну, то, что мы уже сразу сказали всем партнерам, меньше политики, больше о работе. И когда нам надо было создавать, мы создавали две документы параллельно, один был договор, как мы будем сотрудничать, а второй был такой список работ, приоритетов, которых надо сделать на 8 листов. И никаких проблем не было сделать, потому что программы, в целом, очень похожи. А идеологические вопросы, они все очень мало касаются монополитета или управления. Это вопросы национальной политики, где мы вместе, ну, в прогрессиве, например, с национальной политикой вместе не работаем, поэтому эти вопросы, которые касаются национальной политики, мы просто не трогали. Для нас это не было важно. А эти хозяйственные вопросы, которые как раз для нас очень важны, здесь, как говорится, можно было очень легко. Ну, вчера, если не ошибаюсь, вчера у нас в гостях был господин Косович, вот второй номер в вашем списке, мы тоже обо всем этом говорили. И речь зашла о велотреке «Марс», да, очень горячая тема, и нас всех интересует. И он, например, сказал, что возлагает во многом ответственность на министра финансов Рейерса, представителя «Единства», и вообще вот эта партия во многом эту идею как бы так лоббировала, скажем так. Здесь мы видим, что вы с ними тоже будете работать. И я имею в виду, что насколько мы можем быть уверены, что не возникнет нового велотрека «Марс», насчет которого нужно будет какую-то общую позицию выстраивать. Ну, не учитывая, что велотрек – это больше государственный вопрос, но, может быть, какой-то муниципальный тоже. Давайте я отвечу на две части вашего вопроса на счет велотрека «Марс». Ну, кто там был бы новым, это уже, скажем так, в сожалению, прошло, но, скажем так, у Риги была возможность пару лет тому назад сказать, вот эту устреленную зону мы хотим себе. И при этом там не надо было даже покупать, это можно было бы просто идти к государству, говорить, государство, наверное, бы отдало, или там, не знаю, поменял на что-то и так далее. Но никакой инициативы не было. Поэтому, скажем так, уже когда это прошло, уже поезд как будто бы уже уходил. То, что мы можем сейчас делать, мы просто должны взять карту, посмотреть на все окраинности Риги и найти, где еще есть такие места, где нет зеленой зоны. И уже сегодня начать думать об этом. И мы знаем, что есть такие две зоны, например. Одна есть в Иманте, где надо срочно решить эти вопросы. Я одну еще посмотрел в Саркандогов, где частные тоже продают зеленую зону. И думаю, что Рижка Дума должна уже сейчас говорить с этими владельцами, чтобы не было такой ситуации, чтобы повториться, например, что вдруг сто лет старые деревья, просто в один день их нет. Так что это просто для нас хорошее такое, ну, мотив. Опыт, назовем это. Ну да, опыт. Ну, мы знаем, что у Тейки есть другая возможность. У них есть очень огромная зеленая зона битя, некую мэш. Шмэрлес вы имеете в виду. Да, мы просто можем сделать. Там уже есть проект. Сейчас уже в этой неделе, по-моему, рассмотрится Рижка Дума, где мы и лабья карту осемь. Благоустроим. Благоустроим и отдадим этот долг. То есть такая компенсация, можно сказать, да? Можно сказать. Но насчет коалиции, вот наш список обещал как раз много социальных всяких обещаний и насчет жилых домов, Майо, Кляо Таймс. Я у нас вену, ты бы говорила, мы партия финансового министра, премьера, мы можем, как сказать, принести полные сумки, да? Если в их интересах, да. Поэтому и они будут сейчас ответственны за инфраструктуру и за развитие. То есть как раз две эти комитеты, которые об этом будут работать. Национальный финн и Белл-Ра обещали, что мы сделаем не только, будем планировать не только в рубеже Риги, но и с местными окрасностями. И на конце этого партия бороться с коррупцией. То есть мы сейчас, я думаю, все зоны ответственности так распределились по партиям, что все, каждый из нас может за эти 4,5 лет сделать то, что мы обещали людьми. Так что я думаю, нет никаких оправданий сейчас, что у нас не было возможности, или у нас даже никто не дал шанс. Все шансы есть, все, скажем так, инструменты есть, чтобы сейчас просто начать работать. 39 голослов и 60. Кворум тоже есть очень хороший, так что надо только начать работать. Ну, по поводу вот как бы сотрудничества с более правыми, да, и такими национально настроенными партиями, поставлю вопрос так более провокационно. У меня вот такие самые чувствительные темы, я их в один блок, в принципе, собрал. Ну, допустим, вот ситуация, в Риге заявлено проведение ЛГБТ-шествия, например, да. У нас есть для развития запрогрессивные, есть национальное объединение. Вот просто я буду рад, если, конечно, вы придете к консенсусу, но как вы представляете себе договор вот по такой теме, например? А там есть Конституция, в Конституции все написано. Но вы знаете, что Конституция интерпретируется очень замечательно. Но не в этом деле. Если люди хотят идти на улицах, и свобода голоса и так далее, это написано в Конституции. Даже если Рижка и Дума вдруг запретят, суд все равно на следующий день опять это, как сказать, позволит. Так что не вопрос. Не имеете проблемы. Это только риторика перед выбором, ничего больше. Но, в принципе, для вас важно было, чтобы звучали просто такие позиции, что важно, чтобы коалиция Рижской Думы практически дублировала коалицию, то есть, по сути, правительства страны в Сейме, силы. Действительно это важно? Ну, важно, да. Потому что сегодня, вчера мы постоянно встречаемся с людьми, которые, ну, те же самые люди, которые работают в финансовом отделе. Когда им задаешь вопрос, ну, почему вот эту возможность вы не используете, или эту возможность, там надо, можно о таких фондах говорить, о таких. Ну, да, мы знаем, что предыдущая Дума и государство было, ну, скажем так, в оппозиции. И Рига всегда была в последнем месте. И не только потому, что государство не хотело, потому что сама Рига не хотела, лишь считала, что она может сделать по-своему. Так что, ну, завтра, например, мы уже встречаемся с новой нашей коалицией с финансовым министерством. Просто еще раз обзвучить, какие у нас есть варианты, что мы можем сделать. И самое главное, очень короткие сроки. И сами чиновники, финансовые министры очень заинтересованы нам помочь. Они говорят, ну, наконец-то, мы уже давно считаем, что у Рига такие возможности были, но никто этих возможностей не хотел использовать. Но это важно, но все равно, все-таки я хочу сказать, что это не коалиция государства, но это коалиция перемен, потому что, можно так посчитать, 14 депутатов, которые из коалиции, но это почти треть, даже больше, не часть государства, государственной коалиции. Это так. Да, хорошо, по поводу перемен просто. Мне вот сейчас как-то пришло в голову, вы очень постоянно акцентируете на этом. Действительно, очень-таки идеалистические, оптимистические настроения. Но вот просто вспомнилось мне, когда были выборы, опять же, в последний Сейм, шли многие силы, в том числе КПВЛВ, которые вот в данных выборах, на которых вы участвовали, оно уже, к сожалению, мягко говоря, не прошло. Но в тот момент они в Сейм тоже шли со многими идеалистическими, скажем так, какими-то посылами. А в итоге, как кажется, это все столкнулось с суровой реальностью и суровой политикой. Вот нет опасений того, что мы сейчас поговорим о предложении оппозиции занимать должности в комитетах, которые, как мы видим, к сожалению, заблокировали ваши же партнеры. Вот нет, я имею в виду, какого-то ощущения того, что можете столкнуться с суровой реальностью. С переменами, вот с этим посылом перемен. Ну, с одной стороны, да, потому что Рига начнет бюджет наш следующий год с большим минусом. И, конечно, многие обещания, которые мы считали и пересчитали перед выборами, но сейчас, скажем так, будет довольно трудно их выполнить. То есть вы уже это можете признать, в принципе? Ну, я могу признать, мы знаем, какие есть программы, программа, скажем, минимум, что мы должны просто, там, кровь с носа, да, это мы сделаем, но многие другие проекты надо будет отложить на 2022-2023 годы. Но, с другой стороны, тот список с приоритетов, которых мы сделали, там много таких работ, которых можно сделать, которые не спрашивают, у кого не надо большие финансовые ресурсы. То есть через самое хорошее управление. Ну, вот сегодня был случай, когда я, например, спрашиваю у человека, который работал когда-то в финансовом деле, да, вот сколько мы можем, ну, какой-то saving, сбережение, сбережение вот с этого капитала, с обедри, то есть там этой, этой. Он говорит, знаешь, ну, это нам нельзя было никогда трогать. Я говорю, как нельзя? Это же тоже, это же владелец мы, акционеры. Ну, там была вот система, что мы об этом не говорим. Это вам кто сказал? Еще раз, простите. Это бывший работник финансового дела, просто хотел с ним поговорить. То есть, ну, например, вот был случай, да, когда Межоперс… То есть это практически коррупция, вы имеете в виду? Ну, это не коррупция, это просто… Легкая такая, лайт-коррупция. Они просто живут своей жизнью, и никто их там не трогает. Ну, вот, например, Межоперс, они хотели построить большой такой башню, пейзаж или скататуорность. А, да, это известный проект, Высокую башню, кажется, ее не отменили еще пока. Ну, да, она стоит там большие деньги. И когда мы говорим, ну, слушай, у нас не хватает денег для зарплат социальных работников, он говорит, ну, не бойся, это эти деньги Ригис Межа, это не деньги Рижской Думы. Но это мы хотим поменять, как это возможно? Нету такого, это деньги других, это деньги, все эти деньги, деньги Рижанов. Так что я вижу, что много, что можно перепосмотреть, сделать перемен, вообще, как люди думают, и кто не спрашивает больших ресурсов, это просто, ну, надо политической какой-то другой взгляд на это, скажем так. Ну, надо понимать, что именно вот продолжением вот этих Ваших таких мыслей, да, и таких открытий стало анонс вот изменений в департаментах. Вы хотите очень многое там поменять, сместить некоторых руководителей, в частности, вот заявлен департамент благосостояния, да, например, госпожа Конрета, она у нас сегодня утром была в гостях. Просто вот почему, если, например, говорить о департаменте благосостояния, да, отдельно брать, со своими проблемами социального ухода и прочего, почему, например, стоит ее, Вы думаете, сменить на этом посту? Наоборот, укрепить, потому что то, что социальный департамент нам говорит, вот у нас не хватает квартир, социальных квартир. А у кого эти квартиры? А вот этого отдела, где Майок, Львидас, они нам не дают. Мы хотим отдать это социальному отделу, да вот вы будете руководить этой очереди. А руководители Вы менять собираетесь? Слушай, Конрета, это уже, просто сегодня это свежий разговор как раз. Ну, видите, это там, мы, я должен признать свою ошибку, мы говорили не о том, как менять людей, а о том, как улучшать работу этих отделов. И, ну, и наружу это вышло как месседж, что мы хотим менять людей. Но это не была цель наша. Цель наша была, как улучшить работу этих отделов. И то, что, и один еще принцип, который мы говорили, коалиция, что если надо будет, например, искать нового директора, любого вообще ключевой фигуры Рыжской думы, это будет только через конкурсы. Ну, это наружу выходило, как хотим делать реорганизацию, чтобы поменять Сен-Зен. Я не отрицаю, наверное, это будет, но пока мы об этом вообще коалиции еще не говорим. То есть, нет такого, что вы просто принципиально хотите сменить, вот изменить все старое, как вы говорите, коалиция перемен, и вот перемены должны быть такими тотальными и всеобъемлющими. Это не так. Самое главное, что я вот сейчас вижу, я и перед выбором, и вот сейчас, когда встречаюсь с людьми, я всегда задаю этот вопрос, какой у нас стратегическая цель, куда мы двигаемся, что мы хотим вообще достичь. И нет ответов на эти вопросы. У них, скажем так, они работают под лозгом, просто давайте работаем, куда мы двигаемся, это не так уж важно. И это то, что я хочу поменять. Я как новый капитан этого корабля скажу, вот мы будем двигаться вот этот курс. Все, которые согласны со мною, пожалуйста, на борт. Те, которые не согласны, хотят по-другому, можно остаться на берег. Вы еще проявили очень большую вовлеченность, в принципе, в тему социального ухода, вот то, что АПРУП из центра называется, и очень твердо сказали о том, что всем работникам социального ухода будут повышены зарплаты. Это, конечно, было до выборов, по-моему, за какое-то время небольшое. Это действительно так? Вот найдутся ли средства? Почему вы именно решили поднять вот в этом сегменте зарплаты? Потому что там нет других вариантов. Там люди, которых мы называем своими героями, там даем всякие награды, Латвии слапнумс, а потом, когда они получают свою зарплату, они так себя не чувствуют, потому что они получают почти минимальную зарплату. Я считаю, эта программа, вот есть это минимум, который мы должны сделать, и все это в коллекции понимают, что эти миллионы надо найти, и надо будет, наверное, искать эти деньги и отнять другим. Уже представляете, у кого отнять? Ну, вот как раз сейчас иду с калькулятором, с теми цифрами, и поэтому у меня там, как сказать, сюрпризов немало. Но пока мы просто хотим понять ситуацию, и поэтому есть эти сюрпризы, когда кто-то мне говорит, нет, это мы не трогаем. Как не трогаем? Все трогаем. Если нам надо другие приоритеты, значит, трогаем. Возвращаясь к отношению с партнерами, вот партия прогрессивная, вы единым списком прошли, и многие политологи называют, в принципе, главным сюрпризом, это, собственно, прогрессивный, колоссальный успех в вашем дуэте, даже больше успех, чем для развития. Как дальше вы представляете ваши отношения? Вы идете вместе, единым фронтом, или вы расходитесь? Потому что, ну, я имею в виду, расходитесь в том смысле, что просто не ссоритесь, а каждый все-таки свою какую-то грядкой занимается. Потому что были некоторые разногласия по поводу того же Мартинша Бондарса, там даже какие-то разговоры о том, что можем ли мы сотрудничать друг с другом. Кроме того, многие сейчас прогнозируют, что прогрессивные пойдут на выборы с Эйм, у них очень хорошие перспективы. В общем, как вы это видите дальше? Ну, позитивно то, что этот марафон, выбор был восемь месяцев. Когда ты с людьми каждый день работаешь вместе, идешь на улице, встречаешься с людьми, конечно, ты уже эти, что там так, границы партии уже как-то исчезают. Так что мы уже сейчас уже работаем как одна команда. Когда были эти переговоры, новая коалиция, почти каждый депутат из прогрессивных получал звонки из наших конкурентов, которые хотели их убедить в том, что лучше идти со своей фракции. Мы это знаем, мы откровенно об этом говорили друг с другом, ну и каждый день друг к другу глаза смотря, мы говорим, нет, мы пойдем в одинной команде, мы уже понимаем, что когда нас 18, мы можем вместе сделать больше. Так что, увы, извините, конкуренты, таких даров не будет. Но насчет национальной политики у нас нету договоренности идти вместе, мы, может быть, что-то можем сделать вместе на следующие выборы, которые уже будут в регионах, посмотрим, это нормально, это многое так делает. В следующем году вы имеете. Да, которые ввиняют правление, но национальная политика об этом просто пока не говорили, надо просто, как сказать, жить вместе, и потом уже посмотрим, как наши отношения. Но я уверен, что в Рижской Думе мы будем работать как единая фракция. А вот еще момент, который еще вы не успели приступить к работе, но вызвал много вопросов и даже критики. Это должности вице-мэров анонсировался, если не ошибаюсь, один вице-мэр и вообще экономия средств, вот вся эта риторика. В итоге мы видим троих вице-мэров. Все-таки понятно, что это там в чем-то формальность, но почему их трое все-таки? Мы не можем достичь другой результат, если мы все делаем так же, как делали до этого. Например, мы не можем говорить, что наш приоритет это борьба с коррупцией, оставить коррупцию так же, как это было в одном комитете. Так что я считаю, что это правильный шаг, например, вице-мэром сделать человека, который будет работать как раз с этим приоритетом, потому что это приоритет не только одной комитете, но всех, и вообще горизонтально во всей Рижской Думе. Это раз. Например, если мы смотрим на ту же самую вице-мэр по инфраструктуру с отексами и развития, то это те, как раз, три группы, где нам надо больше всего финансирования Евросоюза. Вильнюс Кирсис, вице-мэр, перед выбором каждый день говорит, что никто это не сделает лучше, как представитель партии финансового министра и премьера, у него есть шанс об этом уже идти, говорить на уровне не просто руководителя одного комитета, но уже как вице-мэр, говорить с государством каждый день. А на счет этой стратегии Большой Риги, если так можно говорить, там тоже надо понять, что и Ада, и Маруп, и других там сидят, работают мэры этих городов, которые, хотя, конечно, об этом говорить только на уровне мэра, ну или вице-мэра, как минимум. Так что я думаю, что эти три цели, которые мы можем достичь, это все-таки можно сделать лучше на уровне вице-мэров. Количество должностей мы не увеличили, потому что, например, вице-мэр по делу коррупции, она будет руководить и комитет по той же самой зарплате, так что, ну, так скажем, тотальный бюджет из-за этого не вырос. А, по деньгам, то есть там, в принципе, каких-то... Ну, наверное, там какие-то плюсбы, потому что в мице-мэрове свое бюро и так далее, но... А вот эта история с все-таки предложением оппозиции очень благородное и щедрое предложение оппозиции иметь какие-то руководящие должности в комитетах, в итоге произошла встреча с партнерами, партнеры сказали, нет, мы на это не пойдем. Вопрос у меня следующий, во-первых, вы, кажется, сами отметили, что вот предстоит встречу с оппозицией, вот, грубо говоря, как им в глаза теперь смотреть, да, то есть такая какая-то неувязочка получилась, предложили, а сейчас придется прийти и сказать, что извините, нет. И кроме того, вы, кажется, сказали, что вы все-таки готовы дать вашу партию. Все так, вот эти два вопроса. Ну, перед ВИБРами, например, то же самое национальное Африя, на ИБР национал было первое, которое сказал, что мы будем работать иначе, мы будем работать тоже за оппозицией, наш Целинск, это его слова. И все тоже махали головой, сказали, да, мы тоже будем. Мы всегда сказали, что нам надо как-то близиться с оппозицией и вообще делать то, как делали эти 10 лет, когда оппозиции вообще никто не говорил, что это надо менять. Но я говорил своим коллегам, что я не буду идти к оппозиции, пока вы не дадите мне мандат, конкретно, что я могу им предложить. И мандат был такой, что каждая партия мы, национал-миллион, обвинут, ибо дает одну эту должность, оппозиции. И таким мандатом я пошел к оппозиции. Мандат оказался мягким. После этого все-таки получилось иначе. Но мы свое слово сдерживаем и отдадим одну эту должность оппозиции. Вы уже знаете, какую должность или пока еще не говорили? Наверняка это будет социальный комитет. Мы видим, что там есть люди, которые могли бы дать нам, скажем так, хорошую компетентность как раз насчет этих вопросов. Сейчас перепелируем, еще коротко спрошу. Просто ярче всех выразился господин Кирсис как раз. Он сослался на Русский Союз, на госпожу Жданок, сказал, что какие тут должности, если люди занимаются антигосударственными делами. В то же время партия прошла, за нее проголосовали все честно. Как вы можете прокомментировать, разделяйте позицию коллеги? Ну, я думаю, что все 60 мандатов одинаковые. Нету так, что один важнее другого. Все-таки я понимаю, что они имеют в виду, и мне надо было обязательно Латвийский самим дать этот мандат. Могли отдать другим? Избранный депутат и кандидат в мэр Мартин Штакис у нас в гостях. Буквально короткая реклама и вернемся. Кандидат в мэре Мартин Штакис у нас в гостях. О приоритетах мы говорили. Вот вы выступили с девятью пунктами, уже такие сформулированные, концентрированные приоритеты вашей коалиции. В принципе, там все, каких-то сюрпризов я, например, не увидел. Там вот что-то я выписал. Качественное образование без очередей в детские сады, качественное культурное предложение, комфортная городская среда, новые предложения по жилищной политике. В общем, все правильно. Но остановиться на некоторых моментах хотел бы, ну вот, например, городское планирование благодаря многим некоммерческим организациям, о которых мы тоже поговорим. Я знаю, что вы заинтересованы в работе с ними. Сейчас вот понятие вообще городского планирования и развития города, оно стало таким более актуальным. Опять же, надо ли понимать, что учитывая, что к власти пришла в первую очередь вот ваша партия вместе с прогрессивными такие либерально-экологичные политики, стоит ли нам ожидать, что город Рига будет двигаться в сторону концепции европейского города с зелеными насаждениями, с велодорожками, с большей свободой для пешеходов и вот всего прочего? Или нет? У Риги нету других вариантов. Это не выбор, это делать. Это надо будет делать по-любому до 2050-го года. Но сейчас это вопрос насчет амбиции. Мы хотим быть опять последними или одними из первых, одними из самых активных, те, которые идут проактивно и борются с этим. Потому что мы знаем, что в будущее климат и вообще вопрос, который связан с этим, это будет номер один, тема в Европе еще 20 лет и там будут огромные возможности получить всякое финансирование. Так что я думаю, что перемены в этом будут. Но вообще, как планировать этот город, Фредди, это уже такая вообще другая тема большая. Потому что то, что мы увидели в марте-апреле, что вообще-то город тихий. Вы имеете в виду улицу Тарбатас? Нет, вообще город тихий. А, в принципе. Ну, так пандемия по нам ударила. Как сатекс, сообщение. Сообщение громкое. Так что надо планировать этот город в другом. Тут вопрос не только велоинфраструктуры, тут вопрос как общественный транспорт идет, например, мы вообще не используем те возможности, которые нам дает железная дорога. Это две системы вообще живет раздельной жизнью. Так это не должно быть во всех городах в Европе или метро или пользоваться центральным скажем так общественным транспортом. Так что работы в этом очень много. Но самое главное это то, что надо понять, что делает политика. Политика дает, то есть, скажем так, каждое предпринимательство города есть две цели. Одна финансовая цель, что им надо сделать, а другая это не финансовая. Это уже такая стратегия. И мы должны сейчас поменять эту стратегию и все предприятия города должны думать насчет климата. Это не только вопрос одного отдела. И это Ригаснамопарвалникс, это Майсилтенашан. Вы хотите даже название, по сути, я так понимаю, комитет назвать, один из комитетов, комитет климата. Да, если это Пилса Ацбунес, который строит новые дома, они должны думать об этом. Конечно, Сатексмисдепартамент думает об этом. То есть, все должны понять, что мы все вместе двигаемся к этой теле. Для вас не секрет, что вообще проблемы климата для многих жителей кажутся надуманными весьма. И большой скепсис по этому поводу высказывается. Даже говорят, что у нас в Латвии, мы же знаем, этот наш бренд зеленой страны, Рига, казалось бы, тоже далеко не самый загрязненный город. Почему мы должны акцент на этом делать? Я увидел такой меркантильный момент, что вы сказали, что за счет этих программ можно, например, у Европейского Союза деньги получить. Это замечательно, звучит очень хорошо. Но с точки зрения проблемы, то есть, что навело вас на мысль о том, что это номер один проблема? Потому что все предыдущие планы Евросоюза были такие большие индустриальные проекты. А климатный это как раз о нас, о Рижанов. Потому что первым это не только качество города, как мы тут живем, а счета, которые мы платим. Если дом носил, помогите мне, отопляется. Это значит, что надо платить меньше счета. за это. И если у меня, например, старый дом и отопление... Да, утепленный, я понял, вы имеете в виду утепленный дом. Если у меня старый дом и старая это печка, отопление, которая просто тебе на все время неэффективна, уже последние 30 лет, у тебя есть возможность это поменять. И поменять не только за свои деньги, но и с кофинансированием государства и Евросоюза или города. То есть, это возможно для каждого из нас. Ну, кстати, вопрос конкретный, вот вы про отопление сказали. Это уже не так абстрактно и концептуально. Сейчас мы имеем проблемы, вот в эти дни, да, с отоплением. Вы сказали, что все будет в порядке. Вот какая ситуация вообще с отоплением в этом сезоне в Риге? Нет, нам, новым депутантам, дали обещание, что рижане может об этом не беспокоиться. Мы верим, что нам не сказали правильной информации. Ну, и вот я сам предприниматель, и я знаю, что те, которые не платят, считают, это наша, скажем так, национальная проблема. И с такими проблемами надо бороться, не просто вышивая какие-то письма, которые тебе напоминают, что ты должник, но там есть и другие инструменты, как с этими проблемами работают. Ну, в моем фирме один человек, он почти только на эту проблему работает, он звонит, он дает специальным этим конторам, которые, как сказать, работают уже в другом уровне наше отрасли. Но это по-хорошему или по-плохому? Ну, есть люди, с которыми надо работать по-плохому. Они просто не платят, потому что могут не платить. И, конечно, там еще вопрос государственный вопрос, потому что там надо менять закон, чтобы дали свободу, чтобы не было так, что, например, тебе надо 10 лет идти по судам, чтобы получить все деньги обратно. Это не только проблема Риггс-Нампарвеллэн, это проблема частных арендаторов. так что, но эти все проблемы надо, так сказать, комплектно решать. Но самое главное, не мне надо придумать решение. У Риггс-Нампарвеллэн, там есть Валды, три, по-моему, человек, там сейчас есть совет, там есть директора, которые получают зарплату лучше меры города. Пусть приходят с решениями, не с проблемами у меня. Это, я думаю, что надо как-то поменяться. А то всегда, ну не всегда, но обычно, когда мы об этих вопросах говорим, они говорят, да, у нас есть такая проблема, но не мне эту проблему решать. Мне надо просто тогда, если вы не можете найти решение, ну тогда я могу и сам найти решение, ну так зачем вам там сидеть? Вы знаете, что еще одна народная такая боль и народная тема, это общественный транспорт, то, что касается цен. И у нас любят ссылаться на Таллинн всегда, потому что действительно, каким-то образом Таллину удалось. Как вы видите вообще общественный транспорт и цены на него, которые у нас, если не ошибаюсь, недавно было исследование относительно средней зарплаты, чуть ли не самой высокой в мире? Разница между Таллином, Вильнюсом и Ригой огромная, потому что у Рижской системы Рига сатексом принадлежит инфраструктура, железные дороги, там все провода и так далее. В Таллине такого нету, и нету Вильнюс, поэтому сравнить этих двух системах вообще нельзя. В Таллинн первый шел обещанием, что будет бесплатный транспорт, но главное назвать цель, для чего мы это хотим. У них была цель, мы хотим, чтобы меньше было машин, люди больше ехали на общий транспорт. Получилось? Нет? Нет, только на 2% выросло. и что выросло, выросли эти остановки 2-3 в центре, то есть, не хочу идти пешком, быстренько зашел. Тем не менее, они не стали убирать этого. Потому что очень трудно пойти обратно на плотное. Это уже такое политическое самоубийство. Это уже политическое самоубийство, верно. Так же самое, что в Риге, конечно, что те скидки, которые сейчас получают пенсионеры, инвалиды и так далее, они, конечно, останутся навечно, я думаю, потому что мы обратно никто больше никогда не будет идти, будем искать всегда другие решения. Да, вот здесь хотел как раз спросить про временную администрацию, но прежде всего, говоря о предыдущей власти, вот 10-летней, вы, понятно, постоянно ссылаетесь на них в таком негативном ключе, говорят, что так не будет, вот очень много было проблем, ну то есть с риторической точки зрения это понятно, вы выстраивали, можно сказать, свою политическую кампанию на отрицание того, что было до этого. Но хочется спросить, а было ли только плохое или было все-таки за эти 10 лет немалый срок, сделано что-то хорошее и то, что вы продолжите, то, что вы вот возьмете на вооружение, не знаю. Можете сказать, что что-то хорошее произошло за эти 10 лет в Риге или действительно такого просто нет с вашей точки зрения. Ну, я вообще, скажем так, иду на рижку дома, как сказать, с белого листа, у меня нет там хороших, плохих, у меня есть люди, которые хотят результат или не хотят результат. Те, которые хотят результат и те, которые и сейчас верят в результат, я думаю, что там и они, могу сказать, что они сделают много что хорошее. То же самое бесплатные на школах и в социальной системе. Я думаю, во всем мы можем что-то хорошее сделать. Я больше огорчен теми возможностями, которых не измонтой, не использовали. И эти возможности пропущены, и это нас сбрасывает где-то на реально 5-10 лет там, потому что, когда я еду в Вильнюс, я сам работаю в Вильнюсе 12 лет тому назад, я помню, но я так шел по Вильнюсу и к себе так улыбался, думал, ну-ну, маме, что долгий путь до Риги. Но сейчас все уже по-другому. По каким показателям? Ну, например, те же самые заброшенные здания? Нет. Ну, это был маленький город, где туристов было намного меньше, активности, строительства было намного меньше. Мы все-таки были в сердце, скажем так, Прибалтики, самый большой город, и на данный момент, если все пойдет так же, как это идет, в течение 5 лет Вильнюс будет вырасти больше, больше Риги, например. Это никогда не было в последние 800 лет, ну, вообще никогда не было. По населению вы имеете? По населению, уже по инвестициям, они уже 2-3 раза больше, чем Рига. Мы в литовские магазины ходим, чего греха таить. Да, но у них просто есть амбиции, они в свое время эти амбиции ставили выше, например, но вот сейчас мы радуем с том, что, может быть, часть белорусских предпринимателей приедут в Латвию. Они об этом уже, насчет этого борются уже последние 10 лет. Uber, Revolut, другие такие бренды, они выбрали Вильнюс, и мы знаем, почему. И нам быстренько надо в течение 2-3 лет их догнать, и не только догнать, но и стать лучшим в этом. Потому что то, что нам дает Аэросоюз эти возможности по инвестициям, это хорошо, но это публичная, скажем так, нам надо еще частные инвестиции. Это то, что очень не хватает Ригу. Когда я говорил про ЛГБТ, в самом начале вот как такую чувствительную тему, которая, мне казалось, может там какой-то клин воткнуть в коалицию, в сотрудничество. Еще одна есть тема, которую хотелось бы спросить, это тема 9 мая, которая тоже, скорее всего, вы сами понимаете, будет вызывать большой интерес. Вот у нас новая коалиция перемен, и в этом смысле, может быть, какие-то перемены будут. Уже как-то думали об этом? Как вы вообще видите это? Или здесь вы тоже сошлитесь на Конституцию и скажете, что, ну, в принципе, проблем нет? Ну, а что нового тут сказать? Ну, как минимум, бывший мэр принимал участие. Это уже такой, Бадим, первый вопрос. Понятно, что я не ожидаю тут удивительного ответа, но будете ли вы принимать участие? Ну, я не участвую ни 9 мая, ни 16 марта. Это для меня ни один, ни второй, ни праздник. Но, как я говорил, то, что мне важно, чтобы, если приходит какой-то митинг, чтобы это была дрожь, безопасно, безопасно, чтобы организация была в высоком уровне и так далее. Это для меня важно. Если люди друг друга, как сказать, не обижают и другу другу, скажем так, не знаю, как это на русском объяснить, но для меня просто так не очень важны эти вопросы. Ну, просто, да, на самом деле это, в принципе, позиция справедливая, и вы уже до этого, когда вас спрашивали на вот эти чувствительные темы русскоязычных, очень так высказывались за выстраивание диалога, за что уже звучала критика со стороны другого фланга. Тут, опять же, можно спросить, не боитесь ли вы, что вот фланг патриотов, там уж, не знаю, в кавычках или без, будет вот в этом смысле вас критиковать и вас как-то подталкивать к тому, чтобы занять какую-то более, скажем так, четкую позицию? Ну, не знаю, трудно сказать, ну, не могу никак представить эту ситуацию, но что может в этом быть? Давайте, меры участвовать на 16 марте, но никто это не может сказать, или не идти 9 мая, могу и сейчас сказать, не пойду, ну, как, трудно представить эту ситуацию, скажу откровенно. Ну, хорошо, вот, что касается негосударственных организаций, вы тоже выступили за то, чтобы с ними работать и у вас, собственно, в Рижскую думу были избраны госпожа Аванцина, да, вот глава как-то активистов Тейки, как вы тоже, вот вы себе это представляете, то есть, каким образом, скажем так, вот интересы жителей вот с конкретных районов могут быть представлены, защищены посредством негосударственных организаций? Ну да, но демократия построена так, что каждый депутат как будто представитель народа, получается, каждый депутат представляет 11,5 тысяч людей, мы же понимаем, что, ну, это реально не может так работать, так что, если мы хотим быть ближе людьми, то нам надо думать о других вариантах, я думаю, что вот все НВО, государственные организации, я думаю, что они из самых лучших представителей жителей, потому что, поэтому моя идея, которая уже обговорилась на холиции, что мы будем делать такой совет, ну, консультации по доме, ну, консультативный совет такой, да, да, где все, ну, где будет такая платформа долгосрочного сотрудничества с этими организациями, то есть, ни один из таких важных вопросов Риги не может быть принят, пока они не сказали, что, да, нас это устраивает, или, по крайней мере, нас услышали. Такие уже консультации в Аспадуаме работают в многих странах, например, в Скандинавии и в Латвии, кстати, у меня будет очень хороший советник насчет этого вопроса, который сам долго уже работает. Например, тот же самый мой советник уже делал, например, в городе Талсе такую систему, есть, мы знаем, что в других городах это уже работает, так что, где брать пример у нас есть, но я все-таки суть, самый лучший пример, взять это Финландия, Норвегия. Финландия хорошо знакома для меня довольно. Так что, там примеры есть, не надо придумать новые системы, просто можно взять что-то, что уже работает. Вот, что касается коммуникации, господин Косович, тоже вчера у нас был, так довольно тоже ярко высказался, сказал, что раньше журналисты, когда приходили в Рижскую Думу, они зачастую видели только спины депутатов, да, или даже мэра, сложно было поймать, сложно было там спросить и так далее. Стоит ли ожидать, что вы будете как-то тематрально противоположным образом выстраивать коммуникацию, можем ли мы, журналисты, рассчитывать, что никогда не будет проблем с интервью, и может ли, не знаю, житель написать вам, например, в Твиттере комментарий, вы его увидите. Вот как вы видите вопрос коммуникации? Ну, я, может быть, сразу не понял, что в Ригбой стойка работы, я пока еще не мэр города, но каждый день дома прихожу 8-9, так что, ну, извините, если будут такие ситуации, что я не смогу прийти на интервью, но то, что я понял, работая в своем бизнесе, что, конечно, всегда перемены, ну, где есть перемены, там есть тоже недовольные люди, это всегда так будет. И что важно, что объяснять, почему вот эти короткосрочные груди, трудности, стоят того, чтобы в долгосрочном мы жили лучше, пока я могу это объяснить, я верю, что люди меня поймут, но если я не смогу это объяснить, то, ну, я готов и отступить, но не говорить об этом, не идти на этот диалог, это самая большая ошибка, и мы видим, что эту ошибку сделала предыдущая дума, если мы хотим все-таки получить какие-то результаты, что это, самое главное, не допустить те же самые ошибки, ароганцы, как на русском будет ароганцем, да, вот это, я думаю, была самая большая ошибка Нилушакова и его команды, да, а еще пять минут у нас буквально есть, кандидат в мэры Риги, Мартин Штаркес у нас в гостях, может быть, под занавес успеем звонок слушателей принять, но еще хотел у вас спросить, вот уже упоминалось Беларусь, действительно стало известно, что 12 компаний переносят свой бизнес сюда, вы, как я вижу, следите очень активно, у вас в фейсбуке на кавер фото даже «Живе Беларусь» написано, вот этот лозунг, а в Мартин Штаркесе в майке «Живе Беларусь», «Живе Беларусь» к нам пришел, замечательно, вот не то, чтобы мне, особенно учитывая вашу майку, интересовала позиция, но вот то, что касается нас, чемпионат мира, например, это тоже более государственный вопрос, но это в Риге все будет происходить, поэтому он и нас напрямую касается, как рижан, как вы это видите, сотрудничество с Беларусью будущее и так далее? Ну, если продолжить то, что сейчас мы каждый день видим из видеокадров и Беларуси, я не вижу варианта, как мы можем, все-таки есть какие-то принципы, если в людях невинных, людей, женщин, пьет на улице каждый день, мы говорим, давайте не будем мешать спорт с политикой, я все-таки не согласен с такой точки зрения. Грубо говоря, вы против проведения совместного при нынешнем развитии? Я не против, я пока скептичен и не могу сказать, что да, не будем мешать политику и спорту, я думаю, это так не работает. Да, под занавес я думаю, что вот если и когда вы станете мэром, мы все будем знакомиться с вами как рижане, но уже хочется познакомиться поближе, я в принципе обратил внимание, что у вас очень яркая биография, вы вот, как мы уже за эфиром сказали, провели некоторые годы детства в Далгопилсе и в Хельсинки вы учились, и у вас культурный бэкграунд очень сильный, и ввели вы программу касающуюся религии, то есть затем вступили в Зэма Сардзе, ну то есть это очень яркая биография, но вот если на последних пунктах остановиться, как вы совмещали вот вопросы такой нравственности и религии, вопросы более того пацифистского характера и милитаризм очень активно в Зэма Сардзе тоже себя как-то проявляли. Как все это сходится? Ну как раз довольно хорошо это сходится, если мы смотрим по религиям, то так единственное, наверное, анонизм, буддизм, который против института, но скажем так, у христианства с этим проблем слишком не было в прошлом. Пожалуй, да. Это странно, да. Но Зэма Сардзе это решение такое, что я не хочу быть упорщем, как будет на... Жертва? Я не хочу быть жертвой, я хочу быть бороться циней-то бороться, да, бороться. Бороться. А с чем бороться? За свою страну, за свою семью и потому что после того, что случилось в Украине, я думаю, многие поняли, что это может случиться здесь у нас. И тогда каждый должен принять себе задать вопрос, что я буду делать, если ситуация будет такова. Я себе ответил, что я буду бороться, да. Для вас это триггером таким послужило в 2014 году? Для меня это был триггером, да. Но, может быть, тоже напоследок, это очень многих всегда интересует, вопрос приоритетов мы очень много обсуждали, вопрос государственных приоритетов, мы чрезвычайно много тратим на оборону, а вам эта сфера очень хорошо знакома, вы работали в Министерстве обороны, причем, если не ошибаюсь, на душу населения чуть ли не лидеры Европы. Вот в контексте того, что мы сказали, 2014 год, считайте справедливым, это учитывая, опять же, не хочу провоцировать, но то, что с пенсионерами, педагогами, врачами, людьми с ограниченными возможностями, ситуация не самая радужная, не немецкая, скажем так, не германская. Да, и мы должны посмотреть на карту, где мы находимся, где Германия находится, или Бельгия, или Испания, так что наша геополитическая ситуация все-таки иначе, поэтому не только Латвия, но и Эстония, и Литва тратят 2%. Спасибо большое, желаем вам искренних успехов. Мартин Штакис, кандидат в мэры Риги, был у нас сегодня в гостях. Я Андрей Лешкевич, всего хорошего и хорошего вечера. До свидания.